Еще недавно двор улицы Ульянова, что в центре города, представлял собой печальное зрелище. Ямы, неухоженная территория, но теперь все в прошлом. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, в которой принимает участие Нижний Новгород, двор на улице Ульянова преобразился. Мы очень рады, вы знаете, жильцы нам сделали благоустройство, заасфальтировали, ямы были, ну правда еще вот по улице Ульянова сделают, но это еще предыдущие. И жильцы, чтобы участвовать в этой программе, они должны были свою активность проявить. Они у нас, знаете, выходили на субботник. Мы помимо этой программы сами посадили деревья на том клочке земли, который у нас был. И это только начало. Пионерами в этом году стали Нижегородский, Канавинский и Автозаводские районы. Именно их жильцы проявили активность и отдали больше всего голосов за участие в своих территориях в федеральной программе. Нижегородский район первый, который провел собрание с жителями. И вот с помощью депутата мы сделали проект вот этих вот двух территорий. Вот этого микрорайона и другого микрорайона, потом строили улицу Варварской. И потом мы были такие игры с жителями, где они расставляли фишки, где хотят детские площадки, где забор хотят, где скамейки, урны. И в результате этого там проект несколько скорректировался. И после этого мы вот получили федеральное, областное, городское финансирование. Так Нижегородский район получил 10 миллионов рублей на работы по благоустройству в этом году. Всего же город должен освоить до конца года 867 миллионов рублей. Выделено средство на федеральную программу 868 миллионов рублей. На дворовые территории выделено порядка 331 миллиона рублей. Вы знаете, что у нас еще есть и знаковые территории, которые мы в этом году должны привести в порядок. Это Большая Покровская, до середины Большой Покровской, до трамвайных путей, от площади Минина. Это Мещерское озеро, это площадь Теселева на Автозаводском районе. Кстати, реконструкция улицы Большой Покровской началась не со стороны площади Минина, как предполагалось ранее, а со стороны улицы Октябрьской. Это первая часть работ. Они должны быть завершены до декабря 2017 года. Руководство района просит у жителей извинения за доставленные неудобства. Начинаем от улицы Октябрьской. Поэтому, когда они увидят, что мы уже разобрали центральную часть улицы Большой Покровки, пусть примут это с пониманием, там будут некоторые неудобства, а уже выставляют сейчас строительный городок. Между тем, федеральная программа формирования комфортной городской среды рассчитана на 5 лет. А это значит, что дворы Нижнего Новгорода обретут вторую жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...